Приветствую всех, кто смотрит это видео и значит находится у меня на канале. В прошлом ролике мы вместе с вами побывали дома в гостях у хозяев винтажного магазина. А сегодня я еду в сам магазин, потому что хозяйка магазина Аннат сказала мне, что у неё есть продажи советские сервизы. Я хочу на них посмотреть и показать вам. Вот мы приехали, водонапорная башня, старый дом, в котором продаются старые винтажные вещи. А вот и первый из сервизов. Посмотрите, какая прелесть, какой красивый голубой цвет, это полонная. Я бы назвала его голубая нежность, я не знаю, как назвать этот сервиз. Я ещё не искала, ещё не нашла, решила показать вам. Надеюсь, у кого-то есть и вы мне подскажете. Это ручная роспись, очень приятный фарфор. Рисунок и внутри, и снаружи. И золотая каёмочка, и внизу тоже. И очень удобная ручка. Вот такое клеймо. И совсем недорого. За всё это 140 шекелей, чтобы получить цену в евро, надо делить на 4. Так удобнее в евро. Ну, посмотрите, какая прелесть. Все шесть на месте. И, увы, идеальной сохранности. Видно, что очень-очень мало пользовались. Нижнейший рисунок. Птичка, я думаю. Веточка, голубые цветы, веточка золотая. Здесь листочки золотые. Совсем не стёртые. Ну, разве это не прелесть? Сама нежность. Я думаю, кто-то их купит. Ну, совсем недорогие. А здесь, на полке пониже, сервис кофейный и отдельные такие пиалки. Ну, так, ничего выдающегося. Клеймо смазано. Но это, по-моему, добруш. Да. Маленькие, небольшие пиалочки. Пыталась понять, что это такое клеймо. Ну, решила вернуть на место и перейти к красивому сервизу с таким чудесным букетом из незабудок. Это сахарница. Здесь так забито, так мало места на полке. Даже некуда положить, чтобы хорошенько вам показать добруш. Ну, посмотрите, какой роскошный букет. 350 шекелей. Тоже, считаю, совсем недорого для полного сервиза. Места нет. Надо поискать место, положить, чтобы показать вам поближе. Вот чайную пару, вернее, кофейную пару. На сахарнице, конечно, букет побогаче. На чашке, на блюдце меньше цветов. Ну, это понятно. Меньше места. Вот такое красивое блюдце. Очень нежное. В центре блюдец. Золотой такой обруч. И букетик цветов. И блюдце. Оно не гладкое. А такой рисунок. Рифленый рисунок. Вот так выглядит. Чайная пара. Хочется вам показать как-то более подробно. И вот хочется положить на какую-то полку. Но тут так забито. Найти вот кусочек места, чтобы положить очень тяжело. А вот теперь десертные тарелки. Очень красивые, очень приятные, нежные. Вот посмотрите на края. Какие красивые края у тех тарелок. Как и у блюдец. Здесь уже три букетика. Очень красивый голубой цвет. Ну посмотрите, какая красивая форма. Тарелки чудесные. И кофейник чудесный. Да всё там красивое. Очень красивый сервис. Вот такой высокий золотое обрамление по краям. И рисунок. Незабудки. Белый фарфор. Жёлто-зелёный-голубой рисунок. Я думаю, что сервиз называется Незабудки. Сервиз полный. Буду рада получить от вас информацию об этом сервизе. Год производства. И название. Я думаю, что Незабудки. А может быть как-то по-другому. Вот такой милый-милый молочник у этого кофейного сервиза. Просто идеальное состояние. Люди держали в серванте. Смотрели. Радовались. Что тоже неплохо. Вообще-то пользоваться надо. Ну красивые посуды. Есть и эстетическая функция. Вот этот кофейник. Я на него обратила внимание, когда показывал вам сервиз. Высокий, красивый, классический. Винтерлинг. И вот повернём вам на вот так, чтобы вы увидели красоту рисунка, оформление. Мейсонский букет. Всего лишь 60 шекелей. Это где-то 15 евро. Даже чуть меньше. Анат, хозяйка магазина, так её зовут, сказала мне, что есть ещё один красивый сервиз керамический. И вот я искала коробку, а по пути я вот решила показать вам и эту знаменитую большую чашку. Полтавский фарфоровый завод. Они есть разных рисунков. Этот рисунок очень такой популярный, знаменитый, узнаваемый. В очень хорошем состоянии. Когда-то эта чашка стоила 4,50. Третий сорт. Рядом вот находятся вот такие милые кофейные чашечки с фиалками. Я думала, тоже советский фарфор. Нет. Это израильский фарфор. Винтажный. На верхней полке я увидела много интересных предметов. Вазы. И вот даже есть набор. Две высокие вазы с ручками. Одна поменьше, пошире. И там такой интересный пейзаж. Ветряная мельница. Домик. И сочетание такое голубое и белое. Рядом вот такая ваза с золотыми ручками. И на основании тоже золото. Есть клеймо. И 190 шекелей. Ну, видимо, из-за клейма подороже. Смотрится интересно для любителей таких вещей. Там и рисунок, и цвет приятный такой розоватый. И золото. Вот эти чайники я давно здесь вижу. Это не советские. Хотя я всегда думаю, все время забываю, что я проверяла. И заново проверяю. Нет. На нем нет клейма. А вот это чайник знаменитый, советский. Я уже не помню, какого завода. 95 шекелей. Они давно лежат здесь. И что еще я хотела здесь вам показать. Вот этот сервиз, который когда-то я сдала сюда. Но, к моему удивлению, он лежит на нижней полке. Мало людей, наверное, обращать внимание. Очень хороший фарфор. Просвечивает довбыш и ручная роспись. Но я уверена, он найдет рано или поздно своего хозяина. Вот здесь еще посуда. Но это уже не советская. Тоже с рисунком. А мы с вами пойдем искать коробку с посудой ЗИК. По дороге обратила внимание на эту сумочку. Кожаная сумочка. Решила открыть. А вдруг там что-то есть. Внутри, конечно, ничего не было. Никаких аксессуаров. Вот название фирмы. И вот я увидела, наконец, эту коробку с керамикой ЗИК. Не знаю, как вам, но мне такая посуда очень нравится. У меня есть тройка. Одна тройка. Вот кофейная тройка. Чуть поменьше размером чашка, чем здесь. Посмотрите, какие красивые цвета. Коричневые. И вот такой медово-желтого цвета оформление по краям. Это тоже кофейные чашки. Это керамика, покрытая глазурью. Ощущения тактильные, но просто великолепные. Хочется гладить такую посуду. Здесь есть и десертные тарелки, и блюдца, и чашки, и молочник, и кофейник. Чайник, кофейник. Но всё так было плотно уложено в эту коробку, что если я достала бы или чайник, или кофейник, или тарелки, я бы там обязательно что-нибудь поломала. И решила вот так посмотрели. Понятно, видно. Хотя чайник я с удовольствием просмотрела поближе. Ну всё, закончили мы с советским фарфором. А теперь обратите внимание, на этой стене висят два таких уникальных предмета, которые первый раз увидела. Я видела их в кино только. Это умывальники, фарфоровые умывальники или фаянсовые. Ну, такие красивые, расписанные вручную. Они очень старинные. Приехали из Франции. И вы посмотрите. Вот этот рисунок. И вот наверху вот совсем другая форма, другой рисунок. И довольно-таки недешёвое удовольствие иметь у себя такую вещь. Ну, 230 где-то евро стоит. Прямо с французской грязью. Вот они висят на этой стене. Маска. Тоже, наверное, оттуда. И здесь, вот сбоку, вот такие красивые настенные тарелки. Тоже из Франции приехали. Я понимаю, что они старинные. Это было понятно. Посмотрите, вот две тарелки с таким сюжетом. Клеймане, там четыре с половиной. Вот выдавлено прямо в тесте в фарфоре. С такими галантными сценами. Видно по состоянию тарелок, что они очень-очень старые. И вот я в процессе изучения. Мне очень просто интересно. Если кто-то знает, что-то о них была бы рада. И очень понравилась вот эта тарелка. Наверное, её я куплю. Вот я такую керамику, ну, очень люблю. На ней есть клеймо, которое там я не разобрала. И надо... принесу домой. Куплю, принесу домой. И обязательно расскажу вам, что я узнала про эту тарелку. Вот такая этажерка стеклянная. И здесь мой взгляд упал на этот самовар, который кто-то, человек с фантазией, решил вот так украсить, расписать. Не знаю. Как-то странно-странно мне было видеть самовар не металлического, такого цвета, обычного присущего самовару, а вот такого ярко-жёлтого цвета. Ну, фантазия у человека своя и талант к рисованию. Вот такая. Это стекло. Это стекло. Интересная вазочка. Похожая на клоазоне, но это нет. Вот. Ну, самовар меня, конечно, удивил. Вот две такие, часть какого-то сервиза, сахарница и чайник. Я думала, советские. Очень красивое крытьё. В жизни даже ещё красивее. Но нет. Вот оно. Клеймо. Не определила. И вот здесь, прямо рядом с ними, продолжение этих полок, находятся медные чайники и кувшины. Я показала это в своём коротком ролике. И вот я или завтра, или завтра в пятницу, или в субботу поеду и куплю сыну в подарок один из этих чайников на его кухню, как декоративный элемент. А вам спасибо, что побывали со мной здесь, послушали меня, посмотрели за ваши комментарии, за ваши лайки и за ваши подписки. Всего хорошего.